Добрый день, друзья и недорогие. День рождения Ивана Ахлобыстина. Персонаж, он очень яркий. Я, честно говоря, был огорчен, когда он не захотел писать предисловие к моей книжке о нашем общем знакомом и о его ближайшем друге Миши Ефремове, Михаиле Олеговиче Ефремове. Ну, не захотел и не захотел. Там очень непростые взаимоотношения. Ну, я имею в виду семейные фактически. А вот собеседник, он очень интересный. Любая беседа с ним в подарок продемонстрирую сейчас. Я в одном из интервью слышал такое заявление, что, вообще говоря, воспитание полностью формирует человечка. Что вот то, что родители заложат, то как бы и будет. Что гены, они второстепенные. Был такое заявление? Потому что я впечатляю. Ну, все-таки гены дадут о себе знать. Предрасположенности биологические, они и есть предрасположенности. Другое дело, что если родители превозмогли эти предрасположенности, то, соответственно, и дети за ними последуют. Ну, я не знаю, там, вкус к чтению. Детям надо где-то насильственно прививать. Это надо объяснять, мотивировать, как мы называем. Что слушать аудиокнигу, смотреть кино и читать книгу, это три разные совершенно формы принятия информации. И только книга, пожалуй, живая книга, дает возможность к совершенствованию, ну, чисто сосудов, чисто нейролептической сети. Потому что, получая аудиосигнал, ты не задействуешь часть рецепторов. Пока получая видеосигнал, тем более у тебя не задействуют. За тебя уже расшифровал кто-то, уже авторская позиция есть. Когда ты читаешь книгу, это сухой информационный знак, который ты расшифровываешь. Это преломляется у тебя на подкорке, в котором ты сам подыскаешь обрамление внутри образов, накопленных уже у тебя в сознании. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Кстати, вот не могу не прокомментировать ваш прикид, значит, у вас на левом руководстве. Это ведь конфедераты, да? Конфедераты, да. Южные штаты, а здесь герб Советского Союза. Это задумка, что это вот? Это месседж-то какой? Это месседж дочек. Они меня так видят. Они мне купили куртку, чтобы я голову закрывал капюшоном, и чтобы на мобильные телефоны, когда мы идем с ними, не фотографировался. Я смирился, а они сердятся. Потому что им охота погулять с отцом, а сейчас последние три года, в общем, это довольно сложно. И ничего не сделаешь, это все-таки моя аудитория, но не откажешь. Люди себя переламывают, чтобы подойти сфотографироваться. Я уважаю людей, уважаю зрителя. Я им служу, собственно. То есть, что скрывать-то? Что фифы-то поршить, как говорится? Ну, а девчонкам хочется побыть с отцом. Соответственно, они выбрали меня с капюшоном. В конфедерации красненькое. Это красненькое. Я думаю, как они строили это все. Это красненькое, значит, еще что-то красненькое. Ну, какой-то очень странный мессер считается, особенно в контексте нынешней политической цитации. Ну, да, да, да. Он, кстати, промысел Божий. Опять же, массово бессознательно через моих дочек. Как это вот неслагаемое сложилось. Конфедерация. Рассовая нетерпимость. Стремление к объединенческим тенденциям. Имперский дух. Ну, плюс сама фирма куртки. Они долгое время шили только для скейнхедов. Их даже заставили логотип поменять. С Орла на... А, у них был вот, кстати, одна из последних, это вот их коловорот. А у них... А сейчас у них Орел. Их заставили коловорот отменить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.